У каждого Абрама своя программа. Я понимаю, но... Значит так, есть люди, которые любят, чтобы у них адреналин прыгал и скакал. И они прыгают с парашюта. Другие рождены, я имею в виду женщин, которые занимаются боксом. Да. Третьи любят поднимать штангу. Четвертые – борьба. Пятые – фигурное катание, где партнер выбрасывает свою партнершу метров на пять, и она может приземлиться на головушку. Что и было. Спортивные гимнастики, бревна и так далее. Но это дар Божий, который притворяют в жизнь. И очень плохо. Например, Мустафина – красавица, девочка, которая уже взрослая, которая два года сидела и, в общем, не работала, потому что была у нее серьезная травма. И вот она выступила и выиграла на тех же брусьях, о которых вы так говорили. Художественная гимнастика – тоже очень сложный вид спорта, сложный координационный вид спорта. Вот, например, «Спасибо» там показали на Первом канале передачу «Без страховки». Показали художественную гимнастику вместе со спортивной, и люди увидели, насколько нелегкая художественная гимнастика. Там бобслист этот, красавец, сказал, что самый трудный вид для меня – художественная гимнастика. Его поставили на упражнения под музыку «Спартак», и он исполнял роль «Спартака». Запутался бедный в этих лет, снимал их с себя, и этот вид программы проиграли. Хотя он настоящий «Спартак», он просто красавец. Поэтому это все нелегко. Ну и у нас, понимаете, у нас все шло к тому, чтобы… Ведь Россия родила художественную гимнастику. Это единственный олимпийский вид спорта, который рожден в России. Единственный. И Россия выигрывала, раньше выигрывала, потом проигрывала. Проигрывала болгарам, потом проигрывала испанцам, итальянцам. Были такие моменты. Вот, а сейчас вот все виды программы мы выигрываем. Поэтому нехорошо это, что все выигрывает Россия, считают они, не только на Олимпийских играх. И они стали эту программу делать менее сложной. Если, например, Алина Кабаева делала 25 элементов, мне говорят, о, это так трудно. Нет, нетрудно. Мы каждым элементом показываем историю и характер музыки. Потом стало 18 элементов. Это делала уже Канаева. Потом стало 12 элементов. Теперь их 9. Обрубаем голову, подтягиваем хвост, и получается все среднее. Но никак все равно не получается. Потому что мы придумали новый вариант. Мы делаем даже из ничего спектакль. Каждое упражнение. Раньше был спектакль на элементах, а теперь спектакль на всех этих танцевальных дорожках. Мы делаем все это так, что человек должен быть как завороженный и ставить оценку. Несмотря на то, что 9 элементов, мы умудряемся делать такую сложность, которая не засчитывается, но смотрится очень здорово и органично. Можно себе представить,